Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетса, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также мое традиционное напоминание то, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетса с большим количеством аналитического контента. Ну что ж, торговая сессия среды и мы продолжаем наблюдать за ростом рисковых инструментов. По некоторым активам мы снова достигли наших ближайших целевых ориентиров. Сейчас все это прокомментируем. Но сначала хотелось бы обратить внимание на содержание экономического календаря, что у нас сегодня, опять же, на повестке торговой сессии после довольно скучных. По содержанию только календаря, но не по динамике первых двух дней этой недели. Сегодня нас ждет несколько релизов по инфляции. Вообще можно сказать, что сегодняшняя сессия – это день инфляции. В 9.00 совсем скоро выйдут данные по инфляции в Англии. Очень большое значение имеет этот отчет в свете того, что мы с вами ранее купили британскую валюту, потому что настраивались на то, что Банк Англии очень скоро пойдет на повышение процентной ставки. И как только это решение будет принято, фунт улетит просто на космические уровни. Но заранее, опять же, находясь в длинных позициях, эту сделку мы сами не проморгаем. И сейчас, даже глядя на текущие котировки, мы видим то, что пара фунт-доллар постепенно приближается к сопротивлению 1.40. Далее эстафету перенимают уже статистики из Канады, данные по инфляции тоже по этому региону. Традиционное время для канадской экономики по публикации статистики 15.30 по московскому времени. Расклад точно такой же. Логика абсолютно идентичная, как ситуации и с британской валютой, и с английской экономикой. Мы ждем потенциальный рост индекса потребительских цен. Чем больше инфляция, тем больше стимулов для регулятора действовать, опасаясь еще большего усиления инфляционного давления. Действовать как? Ужесточая монетарную политику. Это тоже позитивный фактор для, в данном случае, канадского доллара. А нам укрепление канадца и нужно, потому что мы уже давно с вами широтим пару долларов канадца. И замыкать сегодняшнюю сессию будут данные по запасам 17.30 по московскому времени. Это отчет от администрации энергетической информации, запасы нефти, дистиллятов и бензина. Не готов поручиться за то, что рынок нефти отреагирует на публикацию этого релиза, учитывая то, что рынком сейчас движет только одна глобальная тема, такого же глобального топливного энергетического кризиса. Но какой-то отчет нам будет сейчас не лишним, чтобы немножко отвлечься именно от тех проблем с предложением, которые сейчас имеют место быть на глобальном рынке углеводородов. Ну а теперь давайте подробнее. Начнем с нефти 84.65 долларов за баррель, которые мы видим в моменте. Большую часть вчерашней торговой сессии нефть снижалась. Однако, как только на рынок пришли сообщения со ссылкой на Bloomberg о том, что предложение России по увеличению поставок газа на территории С может быть и не выполнено, тут же рынок развернулся. Потому что в конечном счете выселение проблем с дефицитом газа, СПГ, да и сюда можно добавить еще и уголь, потому что идут в связке, будет способствовать росту цен в дальнейшем на нефть, потому что параллельно будет расти именно такой широкоформатный переход электростанции, промышленный предприятие на альтернативные источники генерации электроэнергии, а это конечно же нефти. Также, собственно, Bloomberg отметили, что решение России может измениться, но все будет зависеть от того, какое решение, в свою очередь, примет Европейский Союз по вопросу строительства Северного потока. Ну, будем следить за развитием событий. Я думаю, что новости, если поступят, то уже ближе к концу этой недели, я об этом вам обязательно расскажу. Еще факторы, почему нефть растет, это вчерашний доклад ОПЕК, из которого следует, что уровень исполнения обязательств по сокращению производства нефти в рамках прошлого месяца составил 115%. Это значит, друзья, то, что даже несмотря на прежние договоренности по допущению, позволению роста производства нефти на 400 тысяч баррелей за месяц, страны ОПЕК не дотянули до этого показателя, и общая добыча была ниже. То есть, когда мы с вами анализировали эти 400 тысяч баррелей ежемесячной добычи до конца этого года, уже тысячу раз говорили, что этого недостаточно, чтобы покрыть спрос, который имеет место быть, идет со стороны мировой экономики. Но добыча еще в более меньшем объеме, это, конечно же, уже проблема, которая будет усиливать перекос между дефицитом, между спросом и предложением в сторону более высокого спроса и недостаточного предложения. Поэтому, если резюмировать по рынку нефти, как и ранее, друзья, я рекомендую вам не забывать о первопричинах этого глобального кризиса, понимать, что решить его может только лишь рост предложения, а этого роста в достаточных объемах сейчас попросту нет. Поэтому в сухом остатке идея, которая предполагала спекулятивную, рискованную сделку даже для бренда WTI, которые очень высоко забрались, все равно в приоритете держать эти планги. Если вы привыкли рисковать, если вы согласны с тем, что на текущем фундаменте еще можно подрасти, пожалуйста, ждем цели, которые ранее были поставлены от сети JP Morgan в районе 90 долларов за баррель. Американский доллар, индекс американской валюты 93,66. Давление на доллар усилилось после выхода данных по промышленному производству. Минус 1,3% в месячном выражении. Еще один отчет, который продолжил цикл слабых релизов по американской экономике, снова заставил трейдеров задуматься, пришло ли время и созданы ли те условия для того, чтобы ФРС принял решение по сокращению экономических стимулов. Друзья, давайте дождемся уже ноябрьского заседания, уже совсем скоро. И там уже по факту посмотрим, что скажет ФРС. Но важно отметить, что сейчас трейдеров даже, возможно, больше интересует не сокращение программы количественного смягчения, а сроки повышения процентной ставки. Если еще три недели назад все, кому не лень, говорили о том, что первое повышение процентной ставки это уже середина следующего года, то, судя по последнему отчету Reuters, большинство экономистов, которые участвовали в опросе, считают, что повышение ставки это уже перспектива 2023 года. Не будет быстрого, скорого ужесточения политики, а значит, доллар пока лишен. Фактора мощного роста. Собственно, поэтому он и снижается. Золото пока рекомендую держать в лангах. 1733 ждем, точнее, котировки 1773. Ждем возвращения в район 1800 долларов за тройскую ум. Свои движения, собственно, выше. И по остальным активам. Австралийц против доллара 0.75. Здесь цель достигнута. Протоколы оказали поддержку австралийскому доллару, потому что из них следует, что политика, ну хорошо, в текущем формате осталась неизменной, но сколько, много было сказано про прогресса именно в вопросе борьбы с коронавирусом в Австралии. И учитывая темпы вакцинации, это все настраивает на оптимистичный лад, что очень скоро австралийская экономика полностью освободится от действующих ограничений. Границы будут открыты, а это мощный, конечно же, фактор последующего роста австралийской экономики. Если мне, опять же, присоединялись к прежним шортам, рекомендациям, которые я давал, допускаю, друзья, то, что еще полфигуры 100 пунктов пара легко может сделать. Американский фондовый рынок растет и в одном шаге от исторического максимума. 4509 пунктов. Я говорил, что первая установка это 4,500, сейчас она уже позади. Доллар канадец ждем 1,23, 40 пунктов остается до этого значения при возобновлении роста, собственно, нефти. И при выходе сегодня данных по инфляции, которые повысит вероятность ужесточения политики, мы будем закрывать текущую сессию ближе к уровню 1,23. И фунт против доллара 1,3811, цель 1,40. А вчерашнего дня был фактически в районе 1,3840. Очень быстро идет рост фунта, быстрее, чем по прочим финансовым активам. Это еще раз доказывает то, что именно британский регулятор ближе других сейчас к решению по росту процентных ставок. Давайте этим пользоваться, тем более очень предсказуемая, очень логичная и простая сделка, на которой можно заработать. Цель 1,40 повторяем. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.